В Санкт-Петербурге открылся Международный экономический форум. В северную столицу уже прибыла делегация Чуваши под руководством главы республики. В программе Михаила Игнатьева. Три рабочих дня. Первые подробности с Петербургского форума у Дмитрия Ковалева. Официально Международный экономический форум в Санкт-Петербурге открывается 1 июня. Но уже сегодня, в так называемый нулевой день работы экспоцентра, проходят деловые переговоры, круглые столы и панельные сессии. На одной из них обсуждали перспективы моногородов. Программа модернизации моногородов в республике реализуется успешно. Два муниципалитета уже прошли конкурс и получили средства из федерального бюджета. На очереди Канаж. В ближайшие годы здесь должны открыться новые заводы. За счет субсидий фонда в городе реконструируют очистные сети, обустроят индустриальный парк и отремонтируют дороги. Административная команда муниципалитета проходила курсы в центре Сколково. Это дает нам возможность создавать благоприятные среды для жителей. Экономить уже на услуги жилищно-коммунального хозяйства, а для бизнесменов создается прекрасная благоприятная среда для развития своих проектов. Потому что в Канаже, допустим, почти 8 миллиардов рублей предприниматели и бизнесмены будут реализовывать свои идеи. Эта программа будет продлена, насколько я рассчитываю. И в принципе, модно сейчас стало говорить городская среда, на самом деле люди хотят иметь хорошую благоприятную среду. Вообще от программы развития моногородов в федеральном центре ожидают большого эффекта. В муниципалитетах, которые прошли экзамен, должен улучшиться деловой климат. Глава Чувашии отмечает, что и в Научебоксарске, и в АллатРе местные власти проделали масштабную работу. Были реализованы инвестиционные проекты и сократилась безработица. Эксперты говорят, необходимо объединить и тиражировать лучшие практики реализации федеральной программы. Регионы могут быть полезны друг другу, и губернаторы это прекрасно понимают. Безусловно, я считаю, что надо от проблемы подтянуть моногорода до какого-то уровня, переходить к задаче делать моногорода локомотивами экономического роста региона. Мы так перед собой эту задачу видим. Глава Чувашии отмечает, что необходимо отрегулировать и правила реализации программы. Но здесь, когда реализуется проект, нам надо быть здесь с антимонопольной службой. Мы спорим, ругаемся, а тяжко по времени идет по отдельным резидентам. Нам тоже надо признавать, жесткая борьба с коррупцией идет. Отдельные должностные лица на муниципальном уровне, на оригинальном уровне, хотя в ручном режиме управляем, не сразу подписывают документы. Вот здесь просьба все-таки посмотреть законодательство. Я с Игорем Юрьевичем встречался, предлагаю, но до конца эти решения не принято. Озвученные предложения пообещали рассмотреть. В целом, в правительстве страны отмечают, что управленческие команды регионов справляются с задачами. Главное, на что мы решили поставить, это, во-первых, обучить всех по единым стандартам, рассказать про то, что ситуация с монообразованиями, она не уникальна для России. Я уже вижу, что сегодня те команды, которые обучились, а даже те, которые не обучились, но получают информацию о курсах, мы уже говорим совершенно о других проблемах. И я вот то, что вижу, неотрадно, что сегодня уже не звучит, вообще практически в проектах, которые защищаются и в Ранхикс, и в школе Сколково, ничего нет про градообразующее предприятие, которое когда-то давало большинство рабочих мест. На полях Международного экономического форума состоится огромное количество круглых столов и панельных сессий. Эксперты обсудят перспективы промышленной политики, реализацию инноваций в агросфере, вопросы подготовки кадров. В рабочей программе главы региона намечены деловые переговоры, планируется подписание соглашения о сотрудничестве с губернатором Тюменской области и руководителем агентства стратегических инициатив. Международный форум в Петербурге набирает обороты. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика из Санкт-Петербурга.